Виктор Владимирович, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о появлении нового штамма коронавируса под названием Пирола. В чем его особенности? Меняется ли стратегия борьбы с ним? Что нужно делать? Самым подробным образом на этот вопрос мы, Татьяна Владимировна, вместе с вами ответим нашим зрителям и слушателям на нашем ближайшем профессорском вебинаре под названием противовирусный регулятор иммунитета, который пройдет в воскресенье. Ссылочка на него и регистрация сразу под этим видео находится. А сейчас буквально несколько слов об опасности Пирола в той части особенности своего мутационного процесса. Дело в том, что все вот эти пресловутые мутации, которые коронавирус переживает в течение трех лет, они в первую очередь связаны, как это ни странно звучит, с особенностями нашего иммунитета, который в 95% случаев автоматически или не автоматически, а искусственным образом каждый раз подстегивался. Потому что вот эта смена вакцин, смена акцентов употребления тех или иных противогриппозных, противовирусных вакцин привела к тому, что наш иммунитет расшатался и, так сказать, мы зачастую начинаем сейчас переживать и каждый раз будем в течение ближайших трех-пяти лет переживать появление новых и новых мутационных видов. А особенности Пирола заключается в том, что у него резко поменялся, резко поменялся объем самого вируса, у него увеличился радиус, у него за счет увеличения радиуса увеличилась площадь соприкосновения с нашим организмом, а в лице нашего организма это, в первую очередь, белковые структуры. И сама катастрофа влияния Пиролы заключается в том, что идет резкое увеличение, так называемого, белкового шипа. Вот этого белкового шипа, который проникает через слизистую и очень сильно внедряется именно в белковую структуру химизма нашего организма. Поэтому вот основная задача сейчас нас заключается в том, что мы должны, во-первых, максимально защитить себя с точки зрения повышения качества иммунитета, а таких способов несколько. Это воздействие на биологически активные точки, это применение специальных гастрономических приемов, то есть, специальная противовирусная еда. Не удивляйтесь, зрители и слушатели, есть такие рецепты, и мы на них будем подробно останавливаться в воскресенье. Есть специальные бескислородные упражнения, которые мы тоже вам покажем и расскажем. И на наш взгляд, очень важно, что наличие такого прибора, как ультрафиолетового облучателя, очень хорошо дает нам возможность воздействовать на самую подвижную часть белкового института нашего организма. А именно на какую? На кровь. Поэтому, использование аппарата ультрафиолетового облучения, со специальными зонами воздействия, а их у нас таких зон 7, очень хорошо помогает дезавуировать действие, так называемого, белкового шипа в лице перолы. Поэтому, приходите, регистрируйтесь, задавайте вопросы, и мы с удовольствием с Татьяной Владимировной ответим на них, и поможем вместе с вами организовать коллективную противовирусную защиту. Потому что раз от раза мутации будут приводить к тому, что система нашего иммунитета будет резко уменьшаться, по мере того, как будет увеличиваться радиус действия, радиус и диаметр вируса, будет уменьшаться качество нашего иммунитета. Это есть такая закономерность, которая была открыта в 1938 году двумя нашими замечательными учеными, господином, или на тот момент, товарищем Чижевским и товарищем Верховером Старшим. Не пропускайте, обращаю ваше внимание, ни в коем случае не пропускайте это важное событие, и насколько бы вам не насохренела тема с ковидом, имейте, пожалуйста, в виду, как бы глубоко вы не закапывали голову в песок, есть такое образное выражение, чем глубже у страуса голова в песке, тем у него пятая точка ближе к беде. Поэтому давайте не уподобляться к страусам, а открытыми глазами, открытыми ушами принимать эту информацию и выстраивать максимально коллективную, но в первую очередь индивидуальную противовирусную и противобактериальную защиту. Потому что имейте в виду, что за вирусами всегда сидят бактерии, за вирусами всегда прячутся паразиты, а мы в этом смысле для них становимся такой вот платоядной площадкой. Давайте не делать из себя кусок пищевой цепочки.